Можно сначала немного демпингануть, то есть цены понизить, для того, чтобы завоевать долю рынка, а потом уже повышать цены в зависимости от конкурента поставить. Такая, я думаю, стратегия приемлема на первый раз. Исходя из этого, нужно полностью переспределить наш рекламный бюджет. Анна и Илья сейчас вместе готовятся к финалу Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй». Хотя еще на стадии 1-2 выступали за разные команды. Такова система бизнес-симулятора. Оцениваются и общие, и индивидуальные действия. Позже из лучших формируются команды в финал. Там конкурсантам нужно будет вывести коммерческое предприятие из кризиса. Нам, как управленцам, дают в руки виртуальную компанию, которая существует на виртуальном рынке. Нам дают модель этого рынка. И мы должны нашу компанию привести к условному успеху. То есть повести ее прибыль и основные показатели, управляя такими важными аспектами деятельности, как маркетинг, производство, управление персоналом и так далее. Организаторы создают модели предприятий, максимально приближенные к реальным. Участники должны показать, что умеют работать в экстренных ситуациях. Хотя лучший модератор таковых – сама жизнь. В полуфинале команде Анны Коноховой пришлось выходить из весьма нестандартной ситуации. Должно было быть лично у нас в команде пять человек. Но при этом один человек вообще не явился. Мы сначала четвером занимались, но один человек просто посреди полуфинала решил уйти. То есть и такая стрессовая ситуация была, но надо уметь подстраиваться. Мы все справились. В финале отберут 10 самых перспективных управленцев. Они смогут пройти обучение по программе развития потенциала, получить наставника из финалистов и победителей конкурса «Лидеры России», а также дополнительные баллы при поступлении в Российскую Академию Народного Хозяйства и Госслужбы. Финал стартует уже в ближайший понедельник. Алексей Дмитриев, Дмитрий Косинков. Новости Севастополя.